Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Татьяна Конкина из Торонто, Канады. И сегодня я хочу с вами поговорить о бизнесе. Я очень часто сталкиваюсь с бизнес предложениями. Так как я говорю все время что-то на канале, то ко мне очень часто обращаются с предложениями. То сделать мне монтаж видео, то может быть для Инстаграма работать, то какую-то может сделать рекламу, то может быть, вот я недавно говорила о том, как я инвестирую в сток-маркет. Мне пришло предложение других людей уже не раз, как они хотели бы помочь мне инвестировать, взять бизнес мой в свои руки. И я каждый раз удивляюсь, когда я вот читаю такие предложения, как люди могут быть настолько непрофессиональны, как они могут с самого начала, уже в предложении работать с тобой, сделать так много ошибок. Вот об этом я хочу сегодня поговорить. Я скажу вам три ошибки, которые убьют любой бизнес. Поэтому, если вы в бизнесе или если вы планируете быть в бизнесе, но это вам пригласится послушать, даже если вы работаете где-то на кого-то, послушайте эти три ошибки. Это мой огромный, огромный опыт. Я в бизнесе с 1988 года. Сколько уже лет? Много! И я все время в бизнесе. И у меня никогда не было провального бизнеса. Все, что я делала в бизнесе, всегда было очень удачно. В чем проблема? В чем? Что действительно убьет любой бизнес? Итак, первая ошибка, которую делают люди. Первая ошибка, которую делают люди, они думают в первую очередь о деньгах, о себе. Что нужно им? Как только они с этого получат денег, они делают бизнес, они ищут бизнес для себя, решая свои проблемы. И это грубейшая ошибка, потому что бизнес – это не для себя. Бизнес – это не для денег. Бизнес – это найти то, что нужно другим людям и сделать это лучше, чем другие. Или сделать это максимально хорошо, что ты только можешь сделать. Максимально решить проблемы других людей. А деньги уже приходят автоматически. Поэтому каждый раз, когда кто-то ко мне обращается, я вижу, что или человек даже не написал мое имя впереди, а просто сделал большую рассылку. Это глупо, это трата времени. Какие вы там проходите эти курсы маркетологов? Что вы потом пишете вот такие вот письма. Эти курсы, которые вас не научили действительно быть маркетологом, действительно обращаться, чтобы получить бизнес – это все мусор, ерунда. Скажите этим людям, которые вас не обучили, это не спасибо. Если вы к кому-то обращаетесь всегда, вы, во-первых, должны написать имя, к кому вы обращаетесь. И узнать уже заранее проблемы этого человека. В чем его проблемы? Тогда человек обратит на вас внимание. Иначе такая рассылка – это просто мусор, который моментально стирается и только ставит вас в положение не очень умного человека, который таким образом солистит свой бизнес, ищет свой бизнес таким образом. Не имеет никакого смысла. Итак, запомните, ошибка номер один. Что бы вы не хотели делать, как бы вы не нуждались в деньгах, забудьте про деньги. Деньги приходят автоматически, когда вы начинаете решать проблемы других людей. Найдите эти проблемы. Что нужно этим людям? Может быть, в вашем районе нет хорошей выпечки, и вы открываете свою кондитерскую, и к вам приходят люди. Вы открываете кондитерскую, потому что вы хотите накормить всех этих людей вкуснейшими булочками. Вот это бизнес. И у вас стоит уже очередь, и у вас уже люди покупают, и покупают, и покупают. И вы рады, и деньги к вам льются потоком, и все хорошо. Вот это вот первая ошибка. Всегда ищите то, что нужно людям, и выполняйте это с максимальным вниманием, тщательностью и добросовестностью. Вторая ошибка, которая есть в бизнесе. Вторая ошибка – это думать, что кто-то глупый. Что кто-то глупый, и вы вполне можете его использовать для себя, опять-таки, для своих собственных целей. Вы думаете, а я ему это подсуну, а я это пройдет, а это он не понимает, а вот я лучше его это понимаю, я с ним, я буду манипулировать им, и тем самым я сделаю себе бизнес. Глупейшая ошибка, потому что если тот человек, который будет вам платить за бизнес, но он точно не глупее, чем вы, который нуждаетесь в том, чтобы вам заплатил. Сто процентов не глупее. Поэтому идти с намерением кого-то облапошить, идти с намерением кого-то обмануть и таким образом получить бизнес, я это вижу на каждом шагу. Я вижу это не обязательность, не добросовестность, я вижу вот это вот просто какой-то… Я даже не знаю, зачем это люди делают. Зачем? Люди, скажите мне, зачем вы это делаете? Это же не будет работать. Это будет одноразовый бизнес, в котором будут все разочарованы, и потом к вам никогда никто не вернется, и вам каждый раз надо будет искать новых и новых и новых клиентов. Потому что бизнес – это не бизнес, это клиенты. Если у вас нет клиентов, у вас нет бизнеса. Клиенты – это ваша золотая шахта, из которой вы золото качаете. Вот что такое клиенты. Люди, которые довольны вашим бизнесом, довольны вашей работой – это и есть ваш бизнес. Все, больше ничего. Поэтому, если вы к работе идете с намерением использовать для себя в своих же целях, забудьте об этом, не ходите в бизнес. Это не в бизнес. Если вы не будете выкладываться для людей и делать людям максимум того, что вы можете сделать добросовестно, честно, то у вас никогда не получится никакого бизнеса. Забудьте это. Тогда идите на кого-то работайте, бизнес будет не для вас. Ну и третье, самое главное, что есть в бизнесе – это доверие. Если вы не будете выполнять то, что вы говорите в бизнесе, если вы будете каждый раз что-то откладывать, перекладывать, исчезать, то у вас никогда не получится ничего в этом бизнесе. Если вы сказали, что я открываю в 7 утра свою булочную и что у вас будет уже выпечка каждый день, значит в 7 утра у вас стоит очередь, а вы явились в 5, вы напекли булочек, и у вас все в порядке. Если вы сказали, что я выполню контракт, что я это доделаю, вы обязательно это сделаете. Если вы чувствуете, что вы не можете что-то сделать, бывают разные обстоятельства, то вы обращаетесь к людям, к вашим клиентам, к вашим, кто у вас был заказчик, и говорите, я сделал максимум, что я мог, но в данный этап у меня не получается, возможно задержка на неделю, возможно задержка на две недели. Но вы не исчезли, вы не скрылись, вы честно сказали, у меня здесь такие-то обстоятельства, и допустим, я строю ваш дом, а сейчас в магазинах нет какой-то драйв-волл, нет, как вы называете, это сухая штукатурка, кажется, или каких-то еще деталей, я не могу закончить, я сделаю максимум, что я могу сделать, я постараюсь сократить сроки, но в данный момент я просто физически не могу это сделать. То есть честное объяснение в тысячу раз лучше каких-то опять уловок и каких-то исчезновений, то есть доверие в бизнесе – это ваша золотая корона, с которой вы ходите. Мы обращаемся в бизнесе только к тому, кому мы верим. Если мы верим, значит мы знаем и мы приходим. Почему так популярны франчайзы, как вы думаете? Почему я иду в Starbucks, гораздо с удовольствием захожу, а не иду в какое-то другое кафе, в которое вот новое только открылось на улице, например. Да потому что я в Starbucks и большинство людей точно знают, что им ожидать. Они точно знают, какой им сделают кофе, они точно знают, какой у них будет там какая-то булочка или пирожок только, и точно знают, что сядут, там будет бесплатный интернет. Вот это вот доверие и ожидаемый, то, что мы ожидаем от человека. Поэтому вот эти три ошибки, я называю смертельные ошибки, которые убьют любой бизнес. С вами могут иметь дело один раз, но второй раз с вами никогда не будут иметь дело. Тот человек, который будет видеть, что вы работаете за себя, для себя, для своих, например, я слышу недавно одного очень крупного блогера, который говорит, вам надо научиться продавать, вот продавать там какие-то курсы, что-то еще. Потому что у вас будут дети, которые пойдут в университет, и вам надо будет оплачивать этих детей. Wrong, неправильно. Вам надо научиться продавать, потому что вы знаете, что вот эти вот люди, которым вы продадите свой курс, их жизнь улучшится, и они будут лучше работать. Вы это делаете не потому, что этим людям нужно обязательно своих детей в университет, пусть это никого не интересует, а потому что они сделают общественно полезное дело, которое поможет всем другим людям, и они автоматически заработают деньги на университет для своих детей. Вот так. То есть никогда ничего для себя, всегда только все для других людей, тогда это работает. По-другому не бывает. Итак, мы работаем не за деньги, мы строим доверие, и мы не считаем, что наши клиенты дураки. Три вещи, три ошибки. Если вам понравилось это видео, и вы хотите, чтобы было больше таких видео, ставьте лайк этому видео. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Не забудьте, что я приглашаю вас на марафон, который называется «Планируем жизнь» с 12 по 17 декабря на моей платформе Instagram. Ссылка на это будет в описании к этому видео. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Была Татьяна Конкина из Торонто, Канады. Пока-пока. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok